МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот сейчас пока только эмоции, на самом деле, что мы все-таки победили. Вот такая трудовая победа. И даже когда начали отставать, не сломались. Нашли в себе силы, и это здорово. Что сегодня самое сложное было? Оказалось, что не везло с трехочковым мяч из кольца у нас вылетал раз пять. И на подборах боролись-то мы отлично, просто не летело в руки, казалось. Ну, не знаю, казалось, не казалось, летело, не летело. Да, с трешечкой вот у Шеннона не пошло. Но один все-таки нужный, она забила во второй половине. Я не знаю, что было трудно. Да все непросто, потому что и в составе соперника есть очень хорошие игроки такого высокого уровня. Мы играли сегодня командой. И я считаю, что каждый игрок сегодня внес... Каждый, кто-то больше находился, больше очков забил, кто-то меньше, это не важно. Каждый игрок внес и скамеечка, это точно, свою роль и свою репту в эту победу. Ну и ваш комментарий перед ведущей игрой с Новосибирском. Там турнир на расклады. И вообще как с этим соперником у нас в этом году уже столько игр сыграно. И четыре товарищеских мы сыграли. И это уже шестая будет встреча, получается. Ну, товарищи, это все не в счет, давайте уж так, это все несерьезно. По сути, была одна игра на поляне Новосибирска, мы проиграли тречка. Сейчас они добрались, у них стало больше иностранок, они поменяли американку на позиции первого. По сути, новая команда для нас будет. Очень, к сожалению, в отличие, опять же, от них, если у них есть неделя, то у нас всего один тренировочный день подготовки. И насколько девчонки быстро восстановятся, я не могу ничего говорить. Я очень боюсь опять той ситуации, как это было тогда, что не успели довосстановиться. Опять же, потратили много эмоций, не только физических, но и таких. Я правда очень боюсь, но я надеюсь, что мы справимся. Я говорю, каждая игра должна быть сыграна, да, и каждая игра, любой может обыграть любого. Я не беру Курская Динамо, ГМК, но мы берем более наших соперников. Комментировать до игры – это странное занятие. Я пока не могу. Мы будем играть на победу, естественно. Последний вопрос. Чем объясняется, на ваш взгляд, что в этом сезоне впервые вот такая конкуренция? Пять команд борются, по сути, за четвертое место. Не впервые. В прошлом году была точно такая ситуация, по сути. За четвертое нет, но за все остальные места, там ровно до последней игры практически все висело. Кто там, кто там, и одна игра решала. Там, допустим, тоже Московская Динамо. Или пятые, или восьмые они будут, или выиграли, они стали там пятыми в итоге. Поэтому, ну, наверное, это интересно для болельщика. Нам нервотрепка, а для болельщиков, наверное, интересно, не знаю. Самое трудное было устоять против центровых Оренбурга. Это была непростая задача, потому что они габаритнее нас намного. Но я считаю, что наши центровые справились с этой задачей. Показалось, что сегодня была какая-то уж очень злая и настроенная. Что это такое? Это потому, что мы проиграли очень важные игры, две последние. Вот, я думаю, наверное, это сказалось мне. Мне и девочкам очень хотелось выиграть. Вот, и еще предстоит одна игра у нас в регулярке, которую тоже надо выигрывать, чтобы конкретно остаться на четвертом месте. Конечно, физическое состояние желает лучшего, но я думаю, нас спасает психологическое состояние команды, потому что мы как единое целое, как кулак, идем дальше и пробиваем стену. Дорогие болельщики, прошу вас приходить на нашу игру последнего регулярного чемпионата, поддержать нас с игрой с Новосибирска. Нам нужна ваша поддержка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...